Сейчас ее застроили ресторанами, так обычно мы понимаем, что то нефтяной бунт, то торговый бунт. Торговля гораздо важнее. Я иду с другой припасной стены, упрощенной дороги, в которой спросятся машины. Нужно видеть припасные стены, которые будут сейчас на круглые стороны. Стены внутренние и внешние. Вот я буду писать территорию Старого города для того, чтобы извне посмотреть на это. На самом деле здесь были раньше два ряда стен, остались только внутренние и внешние стены разрушены. Между внешними и внешними системами находился рух, который заполнялся водой. Электрическую систему быстро заполнился водой. Кроме этого точно также были участки, которые заполнялись нефтью, так как здесь много нефти. И нефть поджигалась, если происходила осада и нападение противника. Кроме этого сверху бросались камни и всякие предметы на голову нападавших. Поэтому защита была очень серьезной, мощной. И даже улочки в городе, они специально были сделаны узкими и извидескими, для того, чтобы противник не мог быстро перемещаться, а чтобы ему приходилось сворачивать, чтобы он был легче, скажем так, уязвим. Вот такая интересная история защиты этого города. И многократно на баку нападали, внушали, захватывали. И в том числе в предыдущем первых российских искалках тоже осознали эти предыдущие стены. Вот мы видим такие красивые дома. Мы продолжаем двигаться вдоль стен и смотрим кругом, какие башни. Вот четырехугольная башня. Одна из основных башен. Сейчас к ней пристроили дом. Дом был построен, конечно, уже позже. Крепостные стены. Красиво, что сказали, помнили. Намного хорошего. Двигаюсь по старому городу до вакуума. Несмотря на то, что он не очень большой, но очень много разных интересных мест. Есть что посмотреть. И я как раз встаю сейчас около крепостной стены. Сделал небольшую передышку. Очень много интересных объектов. Интересная история. Древняя история. Весь старый город, он входит в сокровищницу ЮНЕСКО. И охраняется ЮНЕСКО. И поддерживается. Реставрационные работы периодически происходят. Но, несмотря на это, на территории старого города много жилых домов. И богатые жители вакуум приобретают или строят здесь свою недвижимость. И живут. Поэтому сюда заезжают машины. Вдоль дорог, вдоль домов стоят автомобили кругом. Движение, как и в обычной части города. То есть здесь нет такого, что везде пешеходные улицы. Ну что ж, а мы двигаемся дальше к крепостной стены. К следующему объекту. И будем еще наблюдать какое-то время крепостные стены. И даже вот я смотрю, там впереди есть пушка, которую мы сейчас посмотрим.